В прошлом ролике я рассказал о предсерийном образце новейшего магистральника МАЗ-5440М9. И поскольку количество комментариев зашкалило, а критических среди них было едва ли не половина, я счел необходимым ответить на самые частые из них, дополнительно поговорив с теми, кто этот автомобиль разрабатывал. Итак, первая и главная претензия. Минская новинка – это Мерседес с МАЗовской эмблемой. В конструкции ничего своего. Позор. Но давайте разбираться, а в чем, собственно, позор? В использовании зарубежной агрегатной базы? Но посмотрим правде в глаза. Есть отечественный дизель стандарта Евро-6? Нету. Есть отечественная автоматизированная коробка передач? Нету. Есть у МАЗа серийный гипоидный мост с нужным передаточным отношением? Тоже нету. То есть на отечественной агрегатной базе на сегодняшний день магистральник европейского класса не сделать. Поэтому претензия непонятна и вообще не по адресу. Кроме того, не стоит забывать, МАЗ исторически не производил ни двигателей, ни коробок передач. И обвинять завод, что эти агрегаты для грузовиков нового поколения он закупил на стороне, по меньшей мере, странно. Потому что он так поступал всегда, с первого дня своего существования. По поводу других импортных агрегатов. На заводе пока в опытном порядке начали делать гипоидные мосты. В том числе для автомобилей нового модельного ряда. Но на некоторых модификациях, где требуются определенные передаточные отношения, импортные мосты все равно сохранятся. Поскольку предполагаемый объем выпуска этих модификаций невелик. И на самом заводе изготавливать мосты специально под них попросту нерентабельно. Но зато входящие в перспективное семейство и шасси, и самосвалы, уже сейчас завод комплектует мостами собственного производства. По поводу применения в передней подвеске рессор Вевеллер. Завод собирается заменить их на рессоры собственного изготовления, как только закончит внедрение современной технологии поверхностного упрощения. В результате чего, характеристики собственных рессор будут не хуже. Похожая ситуация и с рулевым управлением. Пока оно импортное. Но на заводе работают над его собственным вариантом. И этот вариант по готовности займет место в конструкции грузовиков. Таким образом, локализация автомобилей нового модельного ряда, по мере освоения их серийного выпуска, постепенно будет нарастать. Идем далее. В комментариях можно увидеть претензии на тему содрали дизайн. С мерседеса еще с каких-то грузовиков. Во-первых, в чем содрали? Посмотрите на МАЗ и посмотрите на тот же Мерседес. Во-вторых, и это самое важное. С оснащением МАЗа дизелями Евро-6, причем в самых мощных их модификациях, развивающих более 500 сил, радиатор для обеспечения охлаждения таких движков получается просто огромный. Его площадь более квадратного метра. То есть, хочешь не хочешь, а решетка радиатора фактически займет весь передок. По высоте от нижней кромки бампера до ветрового стекла, а по ширине едва ли не от одного края кабины до другого. Тут у дизайнеров, согласимся, очень маленькое поле для маневра. И я лично считаю, что в рамках этого поля они сделали свою работу очень и очень достойно. Теперь посмотрим на интерьер. Тут главные претензии. Не самый современный дизайн торпеда. А главное, открытые крепления передней панели саморезами. Что касается торпеда, то да, это его окончательный вариант. Нравится он кому-то или нет. А что касается саморезов, то это, как меня заверили на заводе, исключительно временное решение. И когда новые МАЗы превратятся из опытных образцов в серийные, места крепления панели на торпеда будут носить исключительно скрытый характер. Очень правильное замечание одного из зрителей, что далеко тянуться до рычажка переключения указателей поворота. Согласен, чтобы им воспользоваться, нужно почти полностью снять ладонь с руля, поэтому было бы очень неплохо уменьшить расстояние между этим рычажком и баранкой, раза в два, чтобы спокойно переключать рычажок одним движением пальца, как это сделано у многих из зарубежных конкурентов. Далее, широко распространенный аргумент. Кабина, как всегда, будет гнить. Это, в общем, одна из главных претензий к МАЗам со стороны очень многих из тех, кто их сегодня эксплуатирует. Я задавал этот вопрос на заводе. Как мне рассказали, еще в 2016 году МАЗ смонтировал и запустил в эксплуатацию новую линию катафореза. То есть, по крайней мере, с 2017 года окраска метких грузовиков стала более коррозионно стойкой и долговечной. Впрочем, я здесь не буду утверждать, что проблема полностью решена. Для этого нужно через пару-тройку лет послушать мнения тех, кто владеет МАЗами 2017 или 2018 года выпуска. Самое главное и самое весомое, на мой взгляд, претензия в комментариях, точнее даже не претензия, а утверждение, что МАЗ не сможет конкурировать с иномарками по качеству сервиса. Этот момент критически важен как для будущего новых автомобилей, так и для будущего завода в целом. Потому что сегодня подавляющее большинство покупателей европейских грузовиков даже не посмотрят в сторону марки, автомобилем которой не гарантирована сверхэффективная сервисная поддержка. Современный транспортный бизнес попросту не допускает простоев грузовиков по причине ожидания ремонта или поставок запасных частей. Даже если этот бизнес ведется в России, в этом он уже давно не отличается от бизнеса европейских перевозчиков. Единственное, что могу сказать в ответ на претензии к сервисному обслуживанию, так это то, что одновременно с началом выпуска грузовиков нового поколения, как мне рассказали на заводе, МАЗ планирует внедрить компьютерную систему, учитывающую и отслеживающую каждый проданный грузовик, которая автоматизирует контроль за техническим состоянием машины и ускорит заказ и получение необходимых для ремонта запасных частей. Хотя, как мне это кажется, чтобы новое поколение МАЗов заняло на рынке именно то место, на которое его нацеливают, в вопросах, касающиеся качества производства и сервисного обслуживания, заводу нужно быть максимально убедительным, куда более убедительным, чем мы это видим сейчас. Со своей стороны, вместе с очень большой частью зрителей предыдущего ролика, хочу пожелать новым МАЗам успехов на рынке и достойного будущего. Редактор субтитров А.Семкин